Добрый день всем, кто не смотрел первое видео по опенбоксу коробочек Битстори. Сейчас мы открываем второй. Это у нас Воин Майя, лепил я его по образу из фильма Мала Гибсон Апокалипта, вот такой у нас дядька суровый там внутри, правда без рук и без оружия. Ну, все же. Ну что ж, посмотрим как там стоят дела с данным персонажем. Открываем, снимаем полиэтилен, пленочку. Я уже умею открывать эти коробочки, наверное. Да, не говори ГОП. Вскрыли. Значит у нас опять же фанерная коробка. Внутри сертификат, ограниченная серия 250 копий, мой за номером 1. Поролон. И опять же в лажементе лежат у нас запцацки от бюстика и сам бюст. Вот такой вот у нас бюст. Голова у нас не снимается на этот раз, а идет вместе с бюстом. А во втором пакете у нас запасные части, так сказать. Ну что ж, посмотрим как там что и куда. Так, при лепке я старался придать сходство с хорошим актером. Мне он очень нравится. Американский актер. Хосе Рауль Трухильо. Он сыграл главного злодея, главвреда в фильме Мелла Гибсона «Апокалипта». Такой очень харизматичный злодей у него получился. Мне очень понравился, я впечатлился и решил слепить свое воплощение этого бандита. Вот что у нас по качеству литья, посмотрим. Опять же, все очень радует, все очень пролилось. Были опасения за вот эти вот сережки. Они пробивают ухо насквозь. Такие штырьки, но они все четенько пролились. Все торчат, нигде ничего не заплыло. На носу тоже немножко облоя буквально. Маленькая капелька. Литье. Выше всяких похвал. Молодец. Мастер, занимавшийся литьем, зовут его Алексей. Просто браво. Вот здесь у нас есть два литника. Вот один, вот второй. И, собственно, все. Больше я даже не вижу никаких швов. Просто виртуоз. Все чудесно отлилось. Никаких смещений даже не видно. По цвету, наверное, пластика, вот можно определить, что вот здесь вот проходит шов. Но его абсолютно незаметно. Абсолютно. То есть формы состыковались идеально просто. Что у нас в пакетике? Пакетик с украшательствами. Так, здесь много мелких деталей. Так что аккуратненько. Одна даже отвалилась. Это у нас всевозможные подвески, висюльки, косточки, черепочки и так далее. В пакете у нас получилось раз, два, три, четыре, пять и постамент с четырьмя. Итого девять. Девять маленьких запчастей. Что куда собирается? Попробуем выяснить. Так, вот это вот момент такой тоже. Это не литники. Это такая трубочка, вставленная в прическу, фиксирующая прическу. Так что не отрезать их. Хвостик вставляется вот сюда. Вот, не хотелось бы, конечно, все это фиксировать клеем. Думаю, не буду этого делать. Так, дальше что у нас тут? Вот этот черепок. Он крепится спереди вот сюда. Тут никаких фиксирующих. Нету замков. Но ошибиться довольно трудно. То есть он становится как по месту. Просто его отцентруйте с лицом и все будет хорошо. Вот так вот клеится этот череп неизвестного животного. Но челюсть, челюсть нижняя, челюсть нижняя тоже вешается просто. Можно немножко подогнуть феном или горячей водой, чтобы она приняла форму щек и приклеить на место. То есть с этим бюстом единственная сложность, а не сложность, просто обратить внимание, когда вы его поставите на постамент, чтобы все эти подвески, все эти висюльки гармонично смотрелись, сделайте их висящим вертикально. Просто я видел варианты сборки, где они торчат куда угодно, только не вниз, смотрят и вбок, и вверх, и влево, и вправо. Нет. Собирайте так, старайтесь собирать так, чтобы все висело согласно законам физики. Вот. Строго вниз. Если у вас бюст, а он будет немножко, опять же, наклонен вперед, тут вот такой небольшой постаментик, он не даст по-другому расположить, если сами не подрежете, конечно. И поэтому все подвески располагаются строго вертикально, и тогда это будет все гармонично смотреться. Здесь, обратите внимание, здесь на челюсти на этой подвеске есть шерсть, волоски. Тоже постарайтесь сделать так, чтобы после того, как вы их приклеите, они вниз смотрели. То есть, не вот так вот приклеивайте эти челюсти, не вот так. Сделайте так, чтобы было видно лицо, и под небольшим углом, наверное, до 45 градусов примерно располагайте эту челюсть относительно поверхности стола земли и так далее. И будет все красиво, гармонично. Если будут какие-то проблемы со сборкой, просто посмотрите фотографии на страничке BassTory, либо вконтакте BassTory, либо в магазине. Вот здесь вот височные подвески. Ух ты, они даже становятся и сами там держатся на небольших замочках. Вот такие. Так. Получается, что под них мы засовываем вот эту челюсть и там фиксируем клеем. А уже на челюсть, вот в эти отверстия, мы вешаем вот эти вот. Придется немножко почистить, они так не влазят. Вот эти вот подвески, вот эти вот самые маленькие. Тоже, смотрите, чтобы и на челюсть они тоже торчали не сюда, не сюда, а строго вертикально вниз. Вот. Ну, а вот эти вот такие мудреные вилочки, это серьги сами в уши. То есть, в ушах есть отверстия для них. Большие довольно. Все пролилось. И в эти отверстия ставите серьги. Опять же, повторюсь в сотый раз, наверное, уже. Пусть они висят вертикально и не нарушают законы физики. Так, вот такой вот бюст. Я не хочу его собирать на клей, ну, потому что не хочу его пачкать, так сказать. Может быть кто-нибудь когда-нибудь соберется его красить. И красить, как понимаете, отдельные части удобнее, чем бюст в сборке. В общем, такой вот обзор получился. Может быть немножко скомканный и сумбурный, но уж как есть. Вот, миниатюрка я доволен. Все получилось, как я задумал. Вот. Такой вот Рауль Трухеле в роли пустого волка из фильма «Апокалипта». Спасибо всем за внимание. И до новых миниатюр, до новых встреч. Все, что будет приходить мне в качестве авторских копий, я буду стараться открывать, показывать вам и объяснять, что, куда и как я задумывал, когда лепил. И как это лучше собрать, как это будет выглядеть, по моему мнению, гармоничнее. Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Всего вам доброго. До свидания.